МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Подтвердить от меня во всех ротах, чтоб с позиции не снимались, пока неприятель не сядет верхом на пушки. Пусть возьмут вас с орудиями, но последний картечный выстрел выпустить в упор". Так писал генерал Кутайсов, командующий артиллерией Соединенных Армий накануне Бородинского сражения. Герои войны 1812 года Александр Иванович Кутайсов. У нас в гостях историк Александр Смирнов и Виктор Безотосный. Здравствуйте. Виктор Безотосный, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук, заведующий отделом Государственного исторического музея, автор книг и публикаций по истории войны 1812 года, руководитель коллектива авторов энциклопедии «Отечественная война 1812 года». Александр Смирнов, главный научный сотрудник Государственного исторического музея, автор научных публикаций книг по истории Отечественной войны 1812 года, в том числе краткого терминологического словаря по артиллерии начала 19 века. Какое место в ряду героев войны 1812 года занимает наш генерал? Дело в том, что понятие «герой» 1912 года мы почему-то, не знаю, стали прежде всего распространять на генералитет российской императорской армии. Ну, наверное, галерея просто в Эрмитаже, поэтому... Ну, наверное, она воздействовала безусловно. В этой галереи меньше половины или около половины только тех, кто участвовал в войне 12-го года. По разным причинам их портреты там отсутствуют. Но дело не в этом. Я бы сказал так, что, исходя из определения, данного Петром Первым, о том, что солдат есть первейший генерал и последний мушкетер, то есть рядовой. Таким образом, понятие солдат охватывает и нижних чинов, и генералитет. И вот если брать из этой категории, то есть по существу из всей армии, кто действительно герой, ну, формально оценкой героизма может служить награда. Считалось, что поскольку военный орден святого великомучника и победоносца Георгия дается только за личное мужество, за личный подвиг в бою, то мы с полным правом можем отнести к категории героев тех, кто был награжден этим орденом. И так как специально для награждения нижних чинов был введен знак отличия военного ордена, потому что нижним чинам, то есть не дворянству, даже и спрашивать ордена не полагалось. Но был введен в 807 году специально, ну, такой вид награды, это не медаль, но это и не орден. Вид награды как знак отличия ордена. Ну, так его именовали. Ведь только в 1913 году эта награда стала именоваться Георгиевский крест. А до этого времени это был знак отличия военного ордена. И им награждали нижних чинов, то есть унтер-офицеров и рядовых. Но его вес-то от этого и не менялся. Вес его был огромен, потому что, во-первых, награжденного знаком отличия военного ордена нельзя было подвергать телесным наказаниям. Так же как дворян. В этом уравняли, скажем так. В этом большое преимущество. Но потом она ценилась в войсках просто, как действительно награда, которая, мало того, это ведь награда Александра Александровича, чаще всего давалась просто на роту, допустим. И рота выбирала, кто самый достойный, и решала. И, допустим, офицеры, которые начинали там еще нижними чинами служить, если им доставалась такая награда, потом они всегда носили ее, и всегда демонстрировали, что вот мне эту награду, я получил такую награду, находясь еще в нижних чинах. То есть, значит, товарищи дали. Да, 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 товарищи по роте. И когда солдаты сами выбирали. Да, тем более, что офицеру-то такая награда не шибко нужна была. В смысле ее привилегий. Ну да, да. Ну что, он и так не подвергался телесным наказаниям. Или там право на аудиенцию вне очереди у губернатора губернии, где, допустим, жила семья этого награжденного. Офицеру тоже это было не нужно. Но он ее получал по приговору, как тогда говорили солдат. Знаком отличия военного ордена Кутузов и Багратион, и Барклай, как командующие, награждали без согласования, естественно. Но интересен даже такой момент. Ведь вот знаки отличия, например, на оборотной стороне имели номера. И по этим номерам можно установить фамилию и сегодня награжденного. Списки сохранились. Только без номера они уже к Первой мировой войне начали. Потому что там массовый поток наград шел. Уже там без номеров. Мы говорим о времени 12-го года. Да, о 12-м году данные номерные все. А на орденских знаках офицерских номеров не было с обратной стороны. Поэтому, например, известно, что супруга Кутузова после его смерти сдала в капитул, как это и полагалось, все его ордена. В том числе и орден Святого Георгия Первого класса, который он получил в декабре в Вильно из рук императора. Ну, а в апреле, мы знаем, в следующие годы его не стало. То есть практически он его и носить-то не мог. Негде было и некогда. Она его сдала. Кто-то был награжден этим же, материально этим же знаком. Но кто, мы до сих пор не знаем. Потому что номера нет. И, соответственно, награда обезличивалась. До Павла Первого, до Павла Первого, при Екатерине, дворяне начинали служить достаточно в раннем возрасте. Считалось, что 14 лет. Но фактически, как правило, раньше записывались на службу. Вот что значит записаться на службу? Ну, дело в том, что, как правило, были родственники, которые записывали на службу. Некоторых записывали даже, когда он только еще родился, и сразу же записывали на службу. Ну, естественно, годовалый ребенок не может же служить. Его отправляли в отпуск для получения самообразования или для воспитания. В общем, и он где-то до 14-16 лет он как бы числился, но получал чины, нижних чинов. То есть он там... Служба шла. Капралом, Курлейтом. Солдат спит, а служба идет. Да, да, да. Да, солдат спит, а служба идет. За выслугу лет. Появлялся. Ну, как правило, записывали гвардейские полки или, чтобы чины производства шло быстрее, в армейские. Многие в армейские полки записывались, потому что там, допустим, родственник какой-нибудь хороший служил. Ну, вот. Ну, да, да. Документы не залежали. Да, 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 да. Чтобы служба медом не каталась. И когда он начинал служить, то есть приходил в полк, потому что получить просто так офицерский чин он мог, конечно, но потом ему пришлось бы командовать, надо же знать команды, как бы знать службу. Соответственно. Само условие службы. Вот. То, как правило, уже при Екатерине люди там в 16 лет, допустим, он получал чин там какого-нибудь поручика гвардейского, переходил, допустим, капитаном или подполковником уже в армейский полк. Ну, и как бы служба шла очень хорошо и быстро. А Павел I это дело прекратил. Он приказал всем, кто находится в отпусках, так называемых, или, так сказать, явиться... В расположение. Да, в расположение части, или, как бы, так сказать, прекратить эту службу. Уйти в отставку. Вот, да, уйти в отставку. И при Павле уже, как бы, начали служить действительно неэффективно, а эффективно. Вот. Но вот Кутайсов это, может быть, в меньшей степени коснулось, поскольку у него отец занимал такое положение, что... Это мы отдельно поговорим, да. Да, да, вот Александр Александрович, я думаю, с удовольствием расскажет нам. Вот. Но, тем не менее, действительно, это было так. Плюс ко всему, офицеры могли получить воинский чин по окончанию военно-учебного заведения. Их не так много было в России. Ну, примерно 5-10 процентов офицеров проходили через военное училище, так называемые тогда, кадетские корпуса. Вот. А потом уже, как бы, начиналась эффективная служба, которая давала возможность делать карьеру дальше. Мы заговорили о батюшке нашего героя. У него тоже непростая судьба, у кутайцев, он же был... Иван Павлович, да? Да, 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 да. Он был взят в плен ребенком при штурме Бендер в возрасте около 11 лет. И он же ведь не русский, вроде, по национальности. Он турок. Он турок. Правда, грузины сейчас утверждают, что это был... производят фамилию от слова Кутаиси, от города Кутаиси. И как бы был взят... Ну, дело в том, что в Турции есть город Кутахия, есть близкие по названию. И считалось всегда, до того времени, пока не появилась версия с Кутаиси, что все-таки он родился в Турции. И родной язык его был турецкий. Но Екатерина II, ну, тогда было модно иметь турчонка турчонка или рабчонка в услужение мальчика. И она подарила великому князю Павлу Петровичу этого мальчика. Мальчик был смышленый, надо отдать должное. И самое главное, что он, видимо, очень хорошо понял желание, стремление, характер своего владельца. И на первых порах, конечно, мальчик занимался и чисткой платья, и чисткой сапог. Ну, таково было его положение. То есть, он был слуга по существу. Но, видя в нем все-таки определенные таланты, определенные задатки, и желание учиться, Павел I воспылал к нему доверием. Но он еще не был первым. И послал его, да, и послал его, он был в Вене и в Берлине. И он выучился, ну, на парикмахера это само собой. Но ведь тогда парикмахер занимался не только стрижкой, а он был и близок к медицине. Поэтому он и выучился на фельдшера одновременно. Ну, и, видимо, плюс его смышленность, плюс стремление к образованию, то есть, он самообразовывался дополнительно, он, конечно, вернувшись в Россию, он еще более сблизился с Павлом. То есть, Павел ему доверял. Это тоже можно понять, учитывая положение, в котором оказался Павел, в особенности тогда, когда он попал сначала в Гатчину, такая автономия своего рода, и потом уже стал преемником Екатерины Второй. Гатчина. В начале 18 века мы за Гатчина владение царевны Натальи Алексеевны. С 1765 года графа Григория Орлова. Именно при нем было начато строительство дворцово-паркового ансамбля. С 1783 по 96 год Гатчина была резиденцией великого князя Павла Петровича, будущего императора Павла I. И вот, когда он стал императором, он, естественно, начинает, ну, феерически повышать в карьере своего любимца, которого он крестил, был у него крестным отцом, и поэтому назвали его Иваном при крещении Кутайсова, а отчество Павлович, Иван Павлович. И вот Иван Павлович Кутайсов буквально где-то за 6 дней получает очень высокие посты и награды в государстве. Но он идет по линии придворной службы. Но так как табель о рангах предусматривал чины придворные и приравнивал их по соответствующим классам чинам гражданским и чинам военным, то по своему положению очень скоро Иван Павлович получает, если перевести на военную терминологию, он становится равным чину генерал-лейтенанта. Он был одним из богатейших людей России. Например, ему нужно было, захотелось купить конный завод, а хозяин не уступал. Значит, он использовал все рычаги, какие только можно было для того, чтобы все-таки заставить хозяину, продать этот завод и за небольшую цену. Что-то мне очень напоминает от сегодняшнего времени, но не будем развивать эту мысль дальше. Мало того, он был графом, он получил графский титул в Российской империи. Я не перечисляю всех, потому что это... И фактически после того, как Павел отстранил от себя Ростопчина и Аракчеева, в последний момент его царствования, то он оставался самым близким человеком, то есть фактически вторым человеком в империи. Был... А главное, что доверял он. Да, он доверял, потому что... Павелу очень сложно было. А он не пытался предотвратить то, что случилось с Павлом Петровичем. Дело в том, что он в военной сфере никаким образом не был связан. А заговор зрел именно в военной сфере. Поэтому там есть некоторые моменты, говорящие о том, что якобы именно Кутайцеву дали донос, но он его вовремя не распечатал, а распечатал после того, как уже произошло убийство Павла Первого. И в этом, может быть, он... Так же, как у Аракчеева. Его задержали и не пустили в Петербург. На заставе. Задержали и не пустили в Петербург. Павел Первый вызвал уже Аракчеева, но... Тоже он получил донесение о том, что зреет вот-вот-вот. Но он понесся в Петербург, а его не пустили. На ком женат был? Иван Павлович был женат на резвой, урожденной резвая. И вот это во многом сыграло роль в судьбе Александра Ивановича, младшего сына. А младшего, сколько детей это было сегодня? У него два сына было и три дочери. Ну, естественно, все хорошо, дочери хорошо вышли замуж. Александр Александрович, еще надо сказать, что она была из такого сословия купеческих... из купеческого сословия города Санкт-Петербурга резвая сама. Да, дело в том, что, ну, предок, что ли, их, ее дед, он был всего-навсего торговцем рыбой. И вот он начал поставлять рыбу ко двору. Рыба очень была хороша, видимо, вкусна. Еще потом овощи и фрукты. То есть он получил звание поставщика двора ее величества. И, соответственно, последующие, так сказать, награды, повышение его в социальном статусе, все позволило ему детей обучать в учебных заведениях привилегированных. И уже вот брат резвой, который потом станет генералом, дядя, таким образом, через ее замужество, дядя Александра Ивановича Кутайсова, он во многом сыграл в судьбе Кутайсова в смысле того, что ведь сначала Кутайсова записали на службу, военную службу, но по комиссариатской части, то есть по обеспечению армии продовольствием, там, провиантом в основном, по провиантской. Ну, понятно, да. Вот. И он, не служа, сидя дома, находясь по приказу в обучении, обучаясь, вот, он, но он жутко, душа, как говорится, не лежала к тому, куда его записал отец. А знакомство с дядей, артиллерийским офицером тогда, потом он станет генералом, во многом повлияло на Кутайсова в том, что он тоже ведь стал артиллеристом в итоге. И его пришлось потом уже переписывать в артиллерийский гвардейский батальон с той службы, в кавычках, на которой он числился. И вот, когда его переводят в артиллерийский батальон, там он в должностях повышался, естественно, не служа, вот, как Виктор Михайлович сказал, он там дошел до чина подполковника. Ну, так, по должности приравнивалось это к подполковнику. Дело в том, что в табеле о рангах же были не только чины, а Петр Первый вначале записал туда и должности. Да, ну, вот так же, как, например, Кутузов, ведь тоже он в младших чинах, оберофицерских, а был адъютантом у генерала-губернатора. А адъютантство приравнивалось к капитанскому чину. Поэтому, когда ликвидировали это губернаторство, он перешел в армию, но с чином капитана, то есть перескочив. Табель о рангах законодательный акт, определявший порядок прохождения службы чиновниками. Табель издана Петром Первым в 1722 году. Устанавливала 14 рангов классов, классных чинов, первый, высший, по трем видам военные, армейские, морские, штатские и придворные. Табель была упразднена после Октябрьской революции 1917 года. Как в то время можно было обучиться артиллерийскому делу? Ведь это же, ну, он же в кадетском корпусе не учился? Нет. И дома он не учился. Вот как? Дома он, кроме общих дисциплин, которые давали ему, ну, такие педагоги, как математика, там, русский язык, естественно. Да, но он знал 6 языков в итоге. Это в итоге. В итоге он знал 6 языков. Причем он не только знал 6 языков. Это само собой, как говорится. Ну, по крайней мере, все европейские языки он знал, плюс турецкий, как родной язык. Видимо, он с отцом говорил на этом языке. То есть, отец поддерживал в нем эти знания языка. Но дело в том, что, во-первых, находясь в самой артиллерийской части и общаясь волей-неволей с артиллерией, участвуя в учениях артиллерии, учениях со стрельбой, там, в общих маневрах, в которых участвовала артиллерия, с одной стороны, это его наблюдательность и умение анализировать ситуацию. Потому что математику-то он знал хорошо, а математика близка к баллистике. Конечно. Вот. Отсюда можно сделать вывод, хотя и не имея, скажем так, прямых на то документов, что эту часть артиллерии он мог быстрее освоить. Материальную часть он осваивал практически. То есть, присутствуя на учениях батальона, он легко мог научиться и сам этому. Ну, управление войсками через снабжение ведь тоже большая наука. Но он ей не занимался фактически. Имел отношение к этому. Но не лежит. Когда душа у вас не лежит, то вам можно 20 раз сказать одно и то же и вы все равно скажете, что я не запомнил. А дело в том, что более позднее время, вот как вспоминают артиллеристы, его любили люди, а люди любят тогда, когда к ним по-людски относятся. Вот этого разницы, вот этой большой в чинах, в положении не было. он охотно общался с низшим звеном офицерского состава и, видимо, они ему и показывали практически, что и как надо делать. Ну, и по возрасту все-таки он был молодой человек. Молодой человек. Он был очень коммуникабельный, как пишут современники, и был очень хлебосольным человеком. Да, об этом свидетельствуют документы, которые хранятся в отделе письменных источников Государственного исторического музея, у нас два дела, которые так и называются дела Кутайсова. И там очень интересные документы, записки некоторые сохранились. Например? Например, о том, что один из офицеров пишет своему приятелю записку. Сегодня обедаем у Кутайсова, если хочешь, приходи. Вот офицер в чине поручика, Кутайсов в чине генерала Александра Ивановича. То есть вот этой разницы, грани вот этой не было. Были добропорядочные отношения. И они все сострадали по поводу его гибели именно с этих позиций. Прежде всего, что это погиб прекрасный человек. Ну, а потом, все-таки, когда человек широко эрудирован, то он легко осваивает какую-то конкретную специальность, тем более, если она ему нравится. А ведь, как пишет Михайловский Данилевский, адъютант Кутузова, который знал Кутайсова, хорошо знал лично, он говорит, в комнате у него всегда стояло около десяти табуретов, имея в виду под табуретами небольшие письменные столы, ну, типа конторок, скажем так. И вот он пишет, на одном табурете лежали какие-то математические расчеты, которые он делал, на другом табурете лежали ноты, которые он сам любил читать и составлять. Значит, мы можем говорить и о музыкальных способностях. На третьем лежала скрипка, Кутайсов играл на скрипке Александр Иванович, ни много, ни мало. На четвертом стихи, набросанные им, о стихах свидетельствует и его записная книжка, большая записная книжка в виде большой тетради, которая сохранилась вот в архиве исторического музея. на пятом какие-то записки по артиллерии, а он все время работал над составлением регламентных документов, даже после того, как самый основной документ его жизни, можно сказать, это общие правила для артиллерии в полевом сражении, это первый боевой устав артиллерии в истории российской артиллерии. Он был утвержден Александром Первым за несколько дней до начала военных действий, был разослан в корпуса, но внедряли его уже в ходе войны, но это осложнило внедрение, но когда читаешь этот документ, то действительно надо поражаться, сколько и чего впитал этот документ. Так вот, самое удивительное, что после утверждения жизнь оставалась у Кутайсова, как вы понимаете, июнь, июль, июль, и август, то есть меньше трех месяцев. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Тут я хотел сделать такое небольшое отступление и поговорить о русской артиллерии вообще 2012 года. Это к тезису, что Россия якобы совсем не была готова к войне, что неправда. Ну, думаю, что нет, она все-таки готовилась. Она готовилась, да. И на сопоставлении, ну, скажем так, в данном случае французской или европейской артиллерийской науки, артиллерийской школы, артиллерийской практики и российской артиллерии. Ведь воевать-то приходилось на равных. Были ли какие-то специфические вещи или уровень вооружения? Вот для того, чтобы понять вклад конкретно Кутайсова в артиллерийское дело, он учился потом в Европе, но это мы попозже поговорим, что такое было русская артиллерия между... Вот в эту передышку. Нет, если оценивать и сравнивать с французской, прусской, австрийской, а, собственно говоря, эти основные участники боевых действий в наполеоновскую эпоху, то я думаю, что никакого отставания, во-первых, не было со стороны русской артиллерии. Потому что был создан военно-артиллерийский комитет, по-моему. Заводы. По поводу заводов могу сказать, что как раз Россия была впереди планеты всей в тот период времени, поскольку все чугунно-литейное производство в первую очередь было... Россия занимала, по-моему, первое место по производству чугуна в Европе в то время. И военно-технического отставания, вот, даже от Франции могло быть военно-техническое отставание от Англии, но от Франции нет. Ни в коем случае. Вот. Можно говорить и спорить, конечно, об уровне как бы артиллерийского мастерства, может быть. Выучки некой, да? В массовом порядке. как бы идеологии определенной применения артиллерии в бою, но с точки зрения материальной части, с точки зрения подготовки артиллерийских офицеров, я думаю, что русская армия ни в чем не выступала французской. ну, такие... И фактически авторы иностранные, я не беру даже наших отечественных, понятно, мы впереди планеты Сей, наши пушки самые толстые, самые скорострельные. Нет, если брать даже французов, то французы, в общем-то, достаточно хорошо в действиях русской артиллерии, ну, как противники. Вот. И разные моменты были, но тем не менее, я думаю, что... Ну, это вполне закономерно. Да. Потому что поддержать я хочу Виктора Михайловича в том отношении, что в основе конструкции артиллерийских орудий, ну, полевых в первую очередь, потому что наполеоновские воины велись на 99% полевой артиллерии лежала конструкция артиллерийского орудия инженера Грибоваля. Да. Французского. И все, как говорится, делали сколку с этого образца или с этой конструкции. И Наполеон, в первую очередь, он тоже же артиллерийский офицер. Поэтому говорить о техническом превосходстве не приходится, чьем бы то ни было. На вооружении российской артиллерии в 1812 году состояли 12,6-фунтовые пушки и так называемые единороги. Практическая дальность стрельбы ядрами и гранатами до 1200 метров, картечью до 600 метров. Скорострельность ядрами и гранатами один выстрел в минуту, картечью 3-5 выстрелов в две минуты. При каждом орудии имелся расчет прислуга во главе с фейерверкером. В составе расчета было до 12 человек бомбардиры, канониры и гонглангеры. А заряды? Заряды, все это хорошо. Дело в том, что Аракчеев возглавил специально созданную комиссию, которая разрабатывала первую в истории России и российской артиллерии систему артиллерийского вооружения. Система, это очень важно. Конечно. Когда было выбрано из множества, чуть ли не 18 различных калибров, было оставлено 4, 6, будем так говорить. Это позволило организовать массовое производство боеприпасов. Снабжение облегчалось. Комплектация зарядных ящиков облегчалась. То есть, тут сразу очень много решалось вопросов. Потом, была проведена унификация, например, колес, колеи. Для России колея. И сейчас, кто имеет машину, скажет, когда Юки Высоцкого есть песня, в колею попал, так иди по колее. Потому что не завязнешь тогда. То есть, накатают колею, и ты спокойно катишь. Колея была единая, введена для всех единиц подвижных в артиллерии. То есть, это все заслуга Рокчеева, конечно. Потом, организация производства. Ведь дело в том, что из чугуна мы отливали только артиллерию крепостную и морскую. А вся полевая артиллерия делалась из бронзы. Из бронзы. Все эти калибры полевой артиллерии делались только из бронзы. А бронзовые стволы у нас изготавливали только два арсенала. Санкт-Петербургский и Брянский арсенал. Вот почему наши орудия на, скажем так, на переплавку, поврежденные в ходе войны 12-го года, отправлялись именно в эти два арсенала. Потому что другие, у нас были и другие арсеналы, но они не делали. То есть хватало мощностей этих арсеналов. А мощности были невелики. Порядка ста стволов делал петербургский арсенал, киевский делал в четыре раза меньше. Но по объему 12-му году уже артиллерия наша уже достаточно было стволов? Да, больше, чем французская была. В 12-м году больше, чем у французов. Возьмите даже Бородино. Непосредственно в сражении участвует с нашей стороны 624 орудия, с французской 587. А калибры были совместимы захватить, например, артиллерию? Нет. Этого не делалось тогда и по сей день. Хоть на несколько миллиметров, но будет калибр отличаться. Специально, нельзя было использовать. Попытки использовать были, но они не приводили к желаемому результату. Но боеприпасы нужно захватывать еще. Нет, вы можете, допустим, взять их калибр, который примерно такой же, но не меньше, чем ваш боеприпас. Значит, брали, если стреляли, то брали. Ну, создал такую гаубичную, например, батарею из трофейных орудий, создал Левенштерн. В Тарутинском лагере он ее сформировал. Но чем она стреляла, остается загадкой, потому что боеприпасов мы не взяли такого количества. А что делали? Иногда использовали наши боеприпасы, но наши были, ну, калибр чуть-чуть поменьше. Что значит чуть-чуть поменьше? В математике такого понятия быть не может. И каждый миллиметр этого уменьшения, то есть диаметр снаряда меньше, чем калибр, то есть диаметр канала ствола, это значит при взрыве порохового заряда, который выбрасывает ядро, допустим, газы опережают ядро. Газ-то легче, чем масса ядра. А опередив, он, значит, газ заворачивается и начинает тормозить ядро, и следовательно дальность у вас резко падает. Отсюда смысл использования. А чего учился Кутайцев, когда его отправили вот в Вену и, по-моему, Париж? Это известно. Это известно. Из его, кстати, записной книжки, которая хранится там, где я сказал. Почему его отправили учиться? А он его не отправлял, он сам поехал. Во-первых, очень многие, не только Кутайцев, но как бы веяние времени, ну, ясно было, что французы во многих областях, в области военного искусства нас опережали. Ну и мир был подписан же, временный, временный перемирий же был, но мир был подписан. Мы не перемирий, мы в Терзинский мир и военно-политический союз у нас с Наполеоном был с 807 по 1812 год. Мы вообще были союзниками, можно сказать. Он взял отпуск, тогда это можно было. И спросил отпуск. Очень многие, очень многие генералы, офицеры специально ездили, смотрели. Что-то отпуска же не полагалось в то время. Ну, Кутайцев был и просто, он был связан с такими людьми, как Ракчеев, например. Советно. Так что он получил отпуск, и он поехал туда, в общем-то, он там в мундире не щеголял. Он общался, был в партикулярном платье, что тоже было не характерно, потому что полагалось быть в мундире, если только частная поездка, то вы могли. Вот. И он там общался именно целенаправленно с французскими артиллерийскими генералами, вызывая их на откровенные беседы. Хлебосолы, наверное, там. Да, по использованию артиллерии. И вот потом он все это себе зарисовывал. И, безусловно, это не могло не сказаться на общих правилах, которые были сочинены. Общие правила они впитали, как его вот этот зарубежный, опыт. Ну, и чужой опыт, перенесенный на русскую почту, если так можно сказать. И плюс он учел все рекомендации, которые начали печататься с 804 года в артиллерийском журнале. Потом они печатались в военном журнале. И многие рекомендации я находил, которые почти дословно совпадают с тем, что написано вот в этом первом уставе. перейдем к его послужному списку. И так он поступает полковником, он поступает в артиллерийскую часть, и дальше он начинает служить, знакомиться. Ну, это Арахчевский период, конечно. Ну, может быть, здесь немножко нужно будет остановиться. Что все-таки он дал ему, кроме самого факта и самой личности Арахчева? На самом деле нахождение на адъютантских должностях это такой способ сделать хорошую карьеру. Если мы возьмем биографию любых русских генералов, то очень многие из них как раз значительную часть времени в молодости потратили именно занимаясь должности адъютантов, каких-либо крупных военных деятелей. Но это действительно была такая определенная школа, потому что человек смотрел, как руководят войсками, выполнял поручения командующего и имел возможность впитать какие-то элементы жизни, командной жизни. И после этого успешно делал карьеру еще благодаря чему? Потому что любое сражение или еще какое-то событие. Генерал пишет представление к награде. Если ты хорошо себя зарекомендовал, то он обязательно включит тебя. Есть возможность сделать мелкий шажок в карьере. Это раз. И действительно плюс ко всему завязываются связи. Ты на глазах, ты на виду у всех. С тобой хотят дружить, с тобой хотят общаться. Генералитет это виду. Это школа жизни. Важный момент надо иметь в виду. Адютант ведет сражение. Все в дыму, ничего не видно. Адютант едет с приказанием. А время не стоит на месте. То есть информацию получил командующий с какого-то участка боя, что вот здесь там слабина или что-то надо подкрепить. Он посылает адютанта проверить. Пока информация дошла до командного пункта, пока адютант сел на лошадь, доскакал туда или с каким-то указанием уже данным главнокомандующим, а ситуация изменилась. А все смотрят, прискакал адютант главнокомандующего. Какое указание? И вот здесь на адютанте лежало очень много. Он мог именем главнокомандующего брать на себя. И вот тут если он сообразил и именем главнокомандующего сделал что-то хорошо, безусловно узнав об этом главнокомандующий его и двигал. Это раз. А во-вторых просто во время сражения он должен понимать логику боя. Да, плюс ко всему он находится на командном пункте даже в качестве адютанта он видит все-таки все поле сражения. Как правило если офицер команду какой-то строевой частью артиллерийский офицер командует батареи или какой-то офицер командует батальоном стоящим в строю он видит очень узкий участок боя. И больше ничего. Свой маневр знает. Только свой маневр. А тут он имеет возможность видеть все поле сражения. Да, глазами главнокомандующего может быть но плюс ко всему он имеет возможность выполняя распоряжение главнокомандующего бывать на разных участках поля боя смотреть собственными глазами видеть какие-то поступки. Это тоже большая школа жизни военной. Валерий 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 когда он начал принимать участие в сражениях вот там же все-таки были у него и знаменитые это сражение у него на самом деле боевой опыт не такой большой был он принял участие в кампании 6-7 годов Галымин он там первое боевое крещение это 6-й год но это не значит что он чем-то генерал получил раньше это в Польше это в Польше было значит когда русская армия под командованием Бениксена отступала вот была прусская война при Ени-Аурштате Наполеон в дребезге просто прусскую армию за неделю разгромил всю и от Пруссии как бы ничего не осталось и вот в это время пришла русская армия и спасала эти остатки и отступала потому что только передовые части были и вот а кампания 7-го года это зимняя кампания в январе месяце знаменитое сражение при прессе Шерлау вот там он как бы считается отличился правда его коллеги многие утверждают что отличия не было но поскольку главнокомандующим артиллерией русской армии был генерал Резвой его родной дядя то он как бы не забыл племянника и включил его в представление написал на левом фланге где отбивали атаку неожиданно и спасли а Кутайсова нельзя было представлять потому что он командовал артиллерией правого фланга что это Резвой его представил но с другой стороны есть показания Арнольди адъютанта Кутайсова который пишет да но мы приехали на левый фланг почему потому что на правом не что делать Кутайсов сказал что основной сейчас развернется на левом то есть он предугадал сражение под Сройсишей Лау состоялось 7-8 февраля 1807 года между русско-прусской и французской армией в ходе войны с Францией стран 4-й коалиции России Пруссии Англии и других в начале января русская армия под командованием Бениксена начала наступление на запад с целью разбить левофланговые корпуса Мэя и Бернадотта однако из-за нерешительности Бениксена это в одну нас была упущена Наполеон собрав войска зимних квартир перешел в наступление с целью отрезать русскую армию от сообщения с Россией сражение под пройсишей Лау не имело решающего успеха ни для одной из сторон потери каждой стороны составили до 36 тысяч человек там действительно положение было аховое поскольку фактически русский фланг вот так вот был развернут уже ну вот фронт а французы его развернули вот таким вот образом и эти батареи открыли огонь и наступающих французов накрыли очень хорошо после чего русские и как раз подошли в русский корпус листока они перешли в контрнаступление что называется и как бы отбросили французов назад благодаря именно так называемой артиллерийской артиллерийскому наступлению как тогда говори ну за слом артиллерийскому наступлению артиллерийское наступление это постепенный перенет огня вглубь это чисто французские моменты которые уже тогда использовали русская артиллерия в своих действиях вот ты скажи три батальюта сколько это пушек реально три батареи это три батареи да по 12 штук батареи 36 ну это вот 36 орудий но в каждом Ермолов пишет что что нам там на Арнольде, на Адютанта. Мы сами приехали. Извините меня, это армия. Как он мог сам? Он находился в резерве. Эти три роты находились в резерве. Но Алексей Петрович Ермолов, человек, который... За словом в карманы не поедет. Нет, нет, нет. Их потом примирили. Безусловно, да. Их развели просто. То есть дали как? За прессой Шеллау дали Георгия Третий Кутальцеву, а Ермолова Владимира. А потом в следующем сражении их поменяли местами. Преломитетене, да. Дали Ермолову Георгия, а Кутальцеву Владимира. Вот на портрете своем, так сказать, военной галереи он как раз с орденом Владимира на шее и с Георгием. То есть все, как говорится, подтверждается. Но дальше Ермолов начал плести активно интригу против Кутальцева. За вот это вот неравноценное якобы награждение. Неужели вот так вот задело это его? Да. Жутко. Честолюбие было жуткое. Тогда было же как бы три таких начинающих звезды в русской артиллерии. Это генерал Яшкин, генерал Ермолов, генерал Кутальцев. И на 12-й год их развели следующим образом. Причем Кутальцев был тогда-то, в 6-м году, уже генералом, а Ермолов только полковника получил. Ну, тогда понятно. Нет, а он и старейший был. И он гадости писал про Кутальцева. Скажем так, то есть в данном случае я не могу честь. Алексей Петрович, это тот человек, который... Он начал что? Да-да. Он, вот интересно, еще момент один, где тоже сыграл личностные взаимоотношения. Ермолов обратился к Багратиону с просьбой его поддержать в этом споре, что вот неправильно наградили. Пересмотреть там и так далее. Вы близки к императору, не можете ли вы передоложить императору. Но Ермолов забыл одну вещь, что посаженной матерью на свадьбе Багратиона, когда он женился на... Скавронской. Скавронской, красавица вот этой, была резвая. И Багратион не мог против посаженной матери таким образом, косвенно как бы идти поперек ее мнения, ее родственных связей скутающего. И Ермолов оставил без внимания, как говорится, эту просьбу. Отмолчался. Но были. Денис Давыдов активно влез в это и даже специально посвятил этому свои воспоминания о сражении при прессе Шейлау, написанной под влиянием Ермолова. А Ермолов был его родственник. Тоже. Так что, тоже. Так что, понимаете, дворяне не с тем родня друг другу. В этом отношении трудно. Если вы будете читать Дениса Давыдова, да, конечно, Ермолов прав. Если вы будете кого-то другого, противную сторону читать, да нет, конечно, Ермолов не прав. Вот в этом разобраться очень сложно, но и с той, и с другой стороны раздавались голоса и за, и против. Их развели в 12-м году следующим образом. Кутайсов был главнокомандующим. Собственно, мы переходим к 12-му году. Да, да, да. Кутайсова назначили командовать артиллерией 1-й западной армии. Ермолова, чтобы не обижать его, назначили начальником штаба 1-й западной армии. А Яшлева, чтобы не мешался, назначили командующим артиллерией в корпусе Витгенштейна, отдельного корпуса, который прикрывал петербургское направление. Таким образом, их развели. Ну и во второй армии, во второй западной армии там оставался генерал Левенштерн, как бы старый такой вот служак. Вот его, он взамен в постначале артиллерии. Но еще один момент, который нельзя забывать там, что Ермолов использовал Кутайсова в каком отношении? Все знали, что Барклай-де-Толли, командующий 1-й армии, очень благоволит Кутайсов. А не каждый генералу достаивался вот такого, ну, доброго отношения Барклая. Барклай был мы знаем строгих правил. И, например, когда стал вопрос оставлять Смоленск или не оставлять, то Ермолов и несколько других генералов взяли молодого Кутайсова, зная его хороших отношений с Барклаем, поезжай, уговори Барклая продолжать сражение за Смоленск. Кутайсов, естественно, по доброте, душевно и по молодости может быть и поехал таких Барклаях. Но вот тут Барклай резко его остановил и сказал, что давайте каждый будет заниматься своим делом. Вы занимаетесь своим, а я буду заниматься своим. Это как раз тот период, когда взрыв такой антибарклайских настроений был в армии. Тем не менее, Ермолов на самом деле руководил фактически этими антибарклайских настроениями. Но то, что Кутайсов действительно был независим, и он играл свою собственную роль, а не находился в плену никакой группировки не привыкал. Это точно тоже факт. Бородинский бой. Были рижгардные сражения, армия соединилась. Есть ли какие-то данные, как Кутайсов воевал до, Бородина и непосредственно сражения? Начиная с первой столкновения первой западной армии, он принимал участие? Во-первых, он старался всегда быть непосредственно там, где наиболее тяжелое положение. Во-вторых, около недели он командовал даже арьергардом, то есть и пехотой, и кавалерией, и артиллерией. Очень хорошо себя показал. Есть благодарственное письмо Барклая на этот счет. Потом Кутайсов был ранен в ногу, но не оставил сражения, то есть и остался в строю, ему перевязку сделали, но, слава Богу, мягкие ткани были повреждены, но он из армии не уезжал, остался в армии, даже просил Велие, который им занимался, никому не говорить о его ранее. К Бородину он был уже обстрелян генералом и хорошо себя зарекомендовавшим. А что касается непосредственно, когда приехал Кутузов, Кутузов и соединили, ну, Кутузов как бы возглавил на первых парах две только соединенные армии. Первая соединилась со второй, мы знаем, под Смоленском, 22 июля, 17 августа Кутузов прибывает и вступает в командование двумя армиями сразу и формирует руководство этих двух армий, но он назначает Кутайсова начальником артиллерии объединенных армий, соединенной армии, как ее называли. Или главной армии, по-разному. Первой и второй вместе. То есть он принимал непосредственно участие в определении диспозиции артиллерии? принимал, и более того, как пишут, батарея Раевского это его непосредственно инженерное сооружение, но тем не менее артиллерию батарея Раевского или курганная батарея или большой центральной ряду. Полевое укрепление Люнет, сооруженное на возвышенности между селом Бородино и деревней Семеновская. Батарея Раевского считалась центральным опорным пунктом русской обороны во время Бородинского сражения в полосе нахождения 7-го пехотного корпуса генерала Николая Раевского. Отсюда название В самом Люнете были размещены 12 орудий 26-й и 6 орудий 24-й батарейных рот и помещен батальон Полтавского пехотного полка. Неприятель трижды штурмовал Люнет. Французские солдаты развали его фатальным редутом и адской пастью. По воспоминаниям артиллеристов, в частности Радожитского, Митаревского, Петрова, он лично объехал все места установки батарей и 1-й и 2-й армии. Все. И допрашивал офицеров. А вот если неприятель отсюда, как вы его будете отражать огнем? Если он с противоположной стороны, как вы будете отражать огнем? То есть он тут же устраивал какую-то практическую задачу, ставил артиллеристам и они ему отвечали. Он оставался доволен в большинстве случаев. Некоторым он рекомендовал переставить орудие, но он допускал споров с собой. Это тоже написано у Радожитского в частности. Редкий генерал позволял себе. Он допускал и они ему все-таки доказали, что вот так как они поставили орудие, это обеспечивает прикрытие всех подступов. А не так как. А что касается самих укреплений, что Шевардинский редут, что батарея Раевского, кстати, батарея, она была батарея Шульмана, неблагозвучная фамилия, поэтому ее стали именовать батареей Раевского. И многие стали думать, что это артиллерия, которой командовал Раевский. Не в жизнь, как говорится. Раевский Раевский находился рядом, слева. Он стоял рядом с ней, а артиллерия была, артиллерия командовал Шульман, 18 орудиями подполковника Шульман. А он участвовал в генеральной диспозиции, отношения с Кутузовым накануне боя как-то известны? Кутузов очень доверял, но после сражения, даже в донесении о сражении, Кутузов не просто писал о том, что очень опечалила его гибель Кутайсова, но он даже написал так, что она повлияла на качество использования артиллерии во второй половине дня, после того, как погиб Кутайсов. Он знал, где находятся все артиллерийские орудия резерва. Это квартиромейстерский офицер, офицер штаба 6-го корпуса, 6-й корпус стоял в центре позиции, около центральной высоты или батареи Раевского. Лепранди в своих воспоминаниях пишет, что нельзя говорить об этом, о том, что артиллерия много потеряла, потому, что накануне сражения Кутайсов продумал все, кончился боекомплект у этой батареи или у этой роты, но тогда назывались не батареи, а роты. Батареи штатные появились в 30-е годы, уже при Николае I. А тогда были артиллерийские роты. И каждая рота заранее знала, где она должна пополнять боекомплект. То есть, в каком артиллерийском парке она пополняет боекомплект. Каждый командир роты это знал. Поэтому из-за этого заминки быть не могло. как он погиб, что-то известно. И почему... Везде со своим другом Ермоловом пошли в контратаку, батарею Раевского. Да, Ермолов такой понигирик в своих воспоминаниях написал Кутайсову, что это вообще Россия потеряла человека номер один. После императора, естественно. Ну, понятно. Вот. Но дело в том, что послали-то Ермолова к Кутузову посмотреть, что там творится. А Кутайсов сам вызвался поехать. Ермолов пишет в записках, что он уговаривал его не ехать с ним, остаться. Насколько это верно, неизвестно. Вот. История умалчивает. Но и том, что они вдвоем участвовали в контратаке. То есть, возглавили контратаку батареи Раевского. Тоже... Русская пехота начала отступать. Вот. Они взяли эти... Остановили два отступающих батальона и пошли в контратаку. Ну... И захватили снова. А Левенштерн, будучи тогда майором-адъютантом Барклая, пишет, что не они и не им принадлежит честь, а мне. Потому что чего они там по батальону взяли? А я с полком контратаковал. И потом биографы Паскевича писали о том, что Паскевич контратаковал эту высоту. В общем, честь многим принадлежит, я думаю. как в неприятельском лагере, скажем так, спорят, кто же взял батареи Раевского. Да, саксонские или французские керасиры. А итальянская пехота считает, что да мы ее взяли, какие там керасиры, когда они могут взять укрепление в полном строю, да. Только пехота может, и мы первыми ворвались в укрепление. То есть, ну, с такого рода они везде и ведутся. А вот это Михаил Иванович Драгомиров предупреждал, никогда не выстраивайте, в общем, картину сражения по официальным документам, ибо ни один из военачальников не признает своих промахов и всегда будет действовать удачно и успешно. Ну, вот герой Александр Кутайцев, он погиб на Бородинском фроне, искупив тем самым... К сожалению. Ну, не то, что искупив, ему искупать нечего было, он действительно был бравый человек, и сам пошел, сам вызвался. Вот, подводя, как бы, итог, или вступая в заключительную часть нашего разговора, о нем, как, вот, ну, не типичном, о ярком примере подвига русских офицеров в таких вот баталиях, как война 12-го года. О смерти они не думали, когда совершали свои подвиги. Не о смерти думали, может, так даже вернее сказать, а уже там, как получится. Как Бог даст. Да, то есть, но не думали об этом, потому что, прежде всего, вело чувство долга. Ну, как, офицер проезжает мимо укрепления, на которое врывается неприятель. И он что, должен объехать стороной тихонько за дамой, чтобы уехать на тот случай, а вдруг меня тут ранят или убьют. Практически, генералов трусов, но не было в русской армии. Если были, то их как раз быстро очень выживали. Дослужиться, во-первых, сложно было, имея такое характерное, понимаете, до высших чинов. Как раз чины давались в первую очередь за проявление храбрости. Надо впереди... Ну, вот этот маршал наполеоновский, который погиб под Веной-то. Лан? Лан, на руках у Наполеона. Лан, Лан. Он же говорил, что тот не гусар, кто доживет до 30 лет. Имя его, конечно, фигурирует и на Бородинском мосту, и на опорном кольце панорамы. Улицы не названы, к сожалению. Его скульптурный портрет в рост есть в генеральской группе на памятнике Кутузову и славным сынам народа перед панорамой. Это все есть. То есть, ими его не забыто, скажем так. Сегодня мы только один эпизод, ну, это достойный, славный, но маленький эпизод в истории Отечественной войны 2012 года. Эта тема одна из ведущих в нашем цикле «Час истины». Но сегодняшнюю программу мы на этом заканчиваем. Большое спасибо за беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы сегодня прощаемся с тем, чтобы встретиться ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин